Ну что, всем привет. По всей видимости мы уже начали. Сейчас очередной разговор на тему архитектуры ассермера процессора RISC-V и мы окончательно с вами покидаем пространство нашего эмулятора RARS, который больше ничего не умеет практически. Вместе с этим мы потихонечку начинаем подходить к концу наших лекций, ведь даже в плане осталось еще две, не факт, что будут обе. Возможно останется только одна, потому что у нас пропадают вторники. Ну в общем и целом примерно так и было задумано, потому что мы потихонечку уже не так, потому что у нас пока что нет возможности что-то пощупать руками. Напоминаю, что одна из задач, которую я хотел в этом курсе решить, это перейти теорию, в том числе возможную теорию, которую мы с вами не коснулись, местом, где все это можно аккуратно пощупать на практике достаточно наглядно. Вот в этом виде мы и будем, вернее так, мы будем пытаться продолжать, но довольно быстро темы, которые перед нами еще пока стоят у нас с этого отоделки. Прежде чем начинать разговор про сегодняшнюю тему, которая в общем достаточно большая, но ее можно длить, можно сокращать, я хочу похвастаться, точнее показать еще один поворот от Rars в сторону, произошедший исключительно по инициативе нашего постоянного участника и активного комментатора сокращенца, с которым мы соорудили у нас на работе в компании базальт спо стенд с настоящим RISC-5 процессором, причем это, значит, стараниями сокращенца стенд, который вполне удобен для экспериментов над ним, вот, в том числе экспериментов дистанционных. Вот хотел похвастаться прежде чем, прежде чем мы продолжим. Вот у нас, значит, есть машина практикуму по Linux, которую я заводил для того, чтобы в прошлом семестре в курсе разработка под Linux можно были людям, у кого нет нормальной среды Linux, можно людям было практиковаться, но никто ее не попросил. Видимо, что-то изменилось еще в прошлом году. У меня было три или четыре человека на этой машине, а сейчас остался один. Это я. Я ее переоборудовал как раз для стенда. Это виртуалка, которая работает внутри моей рабочей машины в компании базальт спо, просто в десктопе. В эту виртуалку вброшены гостевая сеть, то есть на нее можно, как видите, зайти. Вот эта сеть изолированная, то есть вы не сможете попасть никуда, кроме, быть может, интернета, зайдя на эту машину. Вот. В нее проброшено USB от видеокамеры, и в нее проброшен специальный провод USB, который управляет стендом. Вот. Видеокамеру можно просто посмотреть. Если у вас есть аккаунт, вы можете туда зайти. Да. Вот. Видеокамера довольно простенькая, выковыренная сокращенцем собственноручно из собственного ноутбука. Вот. Мы пробовали, пробовали более качественную камеру, но, к сожалению, с ней тяжело, ее тяжело закрепить. Вот этот стенд, там, значит, такой штатив и подложка. Что мы видим на стене, на картинке? Плохо, но видим. Мы видим две платы, та, на которой моргает красная лампочка. Это, собственно, рискфайп процессор. Ну и платка, контроллер. Вот. Этот контроллер не только умеет моргать лампочками, но и выдавать всякие команды на этот самый... Короче, он контроллер, с помощью него можно что-нибудь управлять. В нем очень мало памяти, в нем один или даже два режима. То есть машин и, видимо, юзер, или что-то в этом духе. Вот. И, соответственно, довольно простая штука. Довольно простая штука, когда, в которой, ну, вот тут вот расположены джамперы, замыкаешь одну, можно прошить ее с помощью, кажется, компорта. Вот. Или узбы, не помню. Замыкаешь в другую сторону. Начинает работать. Вот. А вот это, это творение, собственно, сокращенца. Здравствуйте. Так называемая каракатица, которая позволяет управлять включением, выключением и переключаемый из режима программирования в режим работы управлять стендом. Программно. Ну, то есть, фактически, она вот дергает. Это примерно такой же контроллер, только армовый. Вот. Он умеет дергать, пересчелкивать джампер, защелкивать то-то, то-сям. Вот. И он умеет выключать, включать питание на этой штуке. Собственно, больше ничего не надо. Вот. Планируется из этого создать какой-то... Да. В принципе, на этой машинке можно кому угодно дать аккаунт. Вот. Если, понятное дело, вам интересно поиграть. А поиграть происходит примерно так. Происходит примерно так. Вот мы, значит, рассматриваем... А, ну, вот видите, сокращенец говорит, что можно и через ком, и через УСБ прошить. Так. Мне не нравится... Давайте так. Я сначала поправлю. Значит, вот тут моргает красная лампочка. Она у нас... Это пятый номер. А мы сейчас поставим на шестой, на желтый. Самый красивый цвет тут желтый. Теперь мы сделаем экран поменьше, чтобы было видно, чтобы было видно, как оно моргает. А вот... Все равно там будут всякие адрес... Ну, всякие командочки, которые нас сейчас не очень интересуют. Вот. Если сказать Make Prog, мы увидим сейчас следующую картину. Сначала управляющая каракатица переключит, переключит наш стенд, ну, наш рискфайловский машин в режим, режим прошивки, прошьет туда новую прошивку и дальше переключит обратно и запустит то, что мы прошили. Вот. Вот происходит компиляция. Вот давайте... Вот. Вот она переключила и вот она работает. Вот происходит компиляция, вот происходит линковка, вот происходит подготовка бинарного образа, от него отрезаются, значит, всякие файлы. Вот происходит прошивка и вот она, пожалуйста, значит, моргает. Да? Давайте еще раз что-нибудь проделаем и на этом закончим. Тут где-то был... Вот, вот цикл, да? Давайте мы лампочку сделаем в четыре раза быстрее. Да? Значит, давайте еще раз смотрим на каракатицу. Вот каракатица программирует, вот она перезагрузила, вот лампочка моргает в четыре раза быстрее. Такие дела. Значит, сама по себе программа, как видите, вполне несложная. Вот. Работает через мемио, то самое нам, известное нам с вами, которое начинается в контроллере вот с такого вот места. Вот. Туп сидит в цикле, активном цикле тупо сидит, двадцать двести тысяч оборотов, вот, после чего передергивает нашу лампочку. То включает и то выключает, пиша в этот самый в порт соответствующее значение. Такие дела. Вот, вот и вся, вот и вся премудрость. На самом деле, под капотом там премудрости, конечно, больше. Вот. Но мне кажется, что на первых порах вполне достаточно. Вот. Значит, мы пока еще не придумали, как устроить учебный процесс вокруг всего этого безобразия, но зато, поскольку уже есть инструмент этого процесса, можно дальше двигаться. Вот. Но мы переходим все-таки к сегодняшней теме. Сегодняшняя тема – это мы продолжаем общий тренд, как бы нам еще усложнить нашу вычислительную систему, чтобы она стала еще эффективнее. И сегодня главный тренд – это конвейер. Значит, сразу хочу вас отослать к слайдам Андрея Татарникова, который делает очень похожий курс на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики. Курс этот похож, потому что первый раз его читал я. Вот. Тогда он еще был по МИПСу. А потом Андрей просто его взял и начал творчески развивать, переделал на риск файл, добавил туда много, реально много всякой информации полезной. Вот. Настолько много, что, например, объем вот этих слайдов превышает то, что я хочу вам рассказать за сегодня. Так что смотрите туда. Правда, любознательным, которые, значит, будут смотреть в эти слайды, понадобится довольно много-много-много гугляжа на предмет того, а что за терминологии там используются, то есть какие конкретные вещи Андрей решил, что они важны и что их нужно изучить по этой теме. Вот. Значит, главное, что мы поскипаем в этой штуке, это принципиальную схему процессора, потому что она требует довольно большого объяснения, что там за закорючки и чего они означают. На это я бы отрядил, если не целую лекцию, то почти целую лекцию, а вот ее-то у нас и нет. Вот. Впрочем, наверное, если этот курс будет переделан в большой курс второго семестра, да, если, там под эти закорючки, под элементную базу, конечно, время должно найтись, потому что, собственно, весь курс, в частности, и проект. Вот. Основная идея изучения принципиальной схемы процессора состоит в том, что по ней хорошо видно, почему команды типа там R, I, B и так дальше имеют такие биты для оперантов. Дело в том, что эти биты для оперантов строго соответствуют, условно говоря, проводам, то есть проводникам сигналов между компонентами этого самого устройства. Не нужно никаких дополнительных аппаратных ухищрений, чтобы превратить единичку в соответствующем битеинструкции в единичку на соответствующем проводе. Вот. В это я вас призываю в свободное время в глинец, потому что мы это внимательно рассматривать не будем. В чем идея? Идея состоит в том, что в нашем процессоре уже много компонентов. Альфметикологическое устройство, которое, собственно, занимается всякими вычислениями. Устройство управления, которое принимает решения относительно того, кому, в какой момент, что делать. Регистры. Как специальная внутренняя память. Потому что, в принципе, мы можем себе вообразить машину без регистров, которая работает только с оперативной памятью, и это будет вполне нормально. Такие машины существовали довольно давно. Контроллер памяти и механизмы обращения к памяти опосредованные, да, с помощью всяких селектора адреса, вот этого всего. Вот. Кэширование. Потому что без кэширования все работает так себе. На самом деле, еще предсказатель переходов, с необходимостью которого мы встретимся чуть позже, вот, он прям является очень важным устройством во всех современных процессорах, а в Рисквайве и подавно, потом покажу почему. Главная идея состоит в том, что на самом деле все эти компоненты, ну или почти все, могут работать одновременно. Почему бы устройство управления не принимать решение, что делать, условно говоря, дальше, в то время как афметикологическое устройство вычисляет себе предыдущую инструкцию. Это один и тот же процессор, но две в данном случае разные его компоненты, время работы которых, не так, работа которых может совершаться параллельно, в случае если арифметикологическое устройство вычисляет значение предыдущей инструкции, а устройство управления принимает решение о том, как должна работать следующая инструкция. В параллель. Еще один важный момент, который я тоже упущу и который тоже неплохо показан в лекциях Андрея, это тот факт, что работа нашего процессора происходит по команде или, скажем так, на основании тактового генератора. То есть есть тот самый таймер высокочастотный, то есть он не таймер, он в данном случае, видимо, часики, да, потому что он отмеряет просто тики, вот, который посылает, собственно, сигнал нашим всем устройствам и наши все устройства не могут работать быстрее, чем частота вот этого самого сигнала. Когда мы говорим там стальки, то там мегагерцовый или гигагерцовый процессор, мы говорим именно про вот эту тактовую частоту, про ту, которая самая быстрая, потому что есть внешние устройства, конечно же, работают на более медленной частоте. Одна, скажем так, один шаг работы процессора не может совершаться быстрее, чем за одну, за один вот этот самый такт, да. И в случае, когда за один шаг работы процессора выполняется одна инструкция, а вы помните с самого начала, что у риска была такая идея никаких медленных инструкций, и все инструкции должны, условно говоря, укладываться в один шаг, вот, если за один шаг выполняется ровно одна инструкция, то мы, эти инструкции должны выполняться в определенном порядке. Сокращенец подсказывает, что речь идет еще и о синхронности, да, что все, все одновременно происходит, все компоненты работают одновременно, иначе совершенно непонятно, а в каком порядке, с какой скоростью кто работает. Так вот, значит, если за один такт выполняется целая инструкция, то это будет довольно длинный такт, потому что сначала инструкцию надо добыть из памяти, потом эту инструкцию надо распарсить, декодировать, потом ее надо выполнить, и потом надо еще что-нибудь куда-нибудь записать, да, то есть, вот эти последовательные действия выполняются раздельными, отдельными компонентами процессора, и если мы говорим, что это все должно происходить, грубо говоря, за один оборот, то на самом деле там будет не один оборот, потому что, прежде чем инструкцию выполнить, ее надо распарсить, а прежде чем ее распарсить, ее надо вообще из памяти прочесть. Значит, это уже три такта, а не один. Вот, поскольку одна инструкция, это несколько шагов, мы можем рассматривать работу нашей программы не на уровне разделения на инструкции, а на микропрограммном уровне, это как последовательность шагов работы с компонентами нашего процессора, ну, какая конкретная последовательность, мы поговорим чуть позже. Но идея состоит в том, что на самом деле одна инструкция не атомарна, не атомарна не с точки зрения нас, как пользователей, а с точки зрения совершения действий, каждое действие на такт работы процессора. Таких тактов работы процессора на инструкцию, в общем, примерно 4 выпадает на самом-то деле, а вовсе не один, да, а то и 5, а иногда 7, иногда 20. Вот, соответственно, сегодня мы будем пытаться, не обладая достаточным объемом знаний, но пытаться представить нашу программу как последовательность таких шагов, то есть как микропрограмм. Если с таким образом подходить к рассмотрению работы нашего процессора, выясняется, что трех шагов недостаточно. Да, вот мы тут как бы говорили, что там выбрать из памяти, декодировать, выполнить. Ну, например, нужно еще результат куда-то записать. И сейчас скажу, почему это важно. Во-вторых, инструкция может захотеть читать из памяти, и это прям целый отдельный шаг. Ну, или писать в память. Ну, потому что для того, чтобы прочесть из памяти, нужно сначала вычислить адрес. Потом с этим адресом сходить к контроллеру памяти. Да, к шине данных. Потом шина данных потупит немножко, вынет из памяти эти самые данные. Хорошо, из кэша вынет побыстрее, но все равно вынет. А во-вторых, само понятие выполнения, само понятие выполнения, оно тоже вроде как состоит из нескольких последовательных, если мы не предпринимем других действий, действий. А именно, сначала надо прочесть из регистров, все, вот смотрите. Вот у нас есть инструкция вида прибавить к Т1 5 и положить в Т1. Мы, видимо, берем 5, мы берем содержимое Т1, потом мы вычисляем, а потом мы должны обратно все записать в Т1, причем все это время значение Т1 было другим, оно теперь обновляется. То есть, как бы три, получается, шага. Сначала выбрать все значения из регистров, положить их куда-то в специальное место, какой-то блок операндов, потом вычислить, а потом синхронизировать результат, блок операндов, обратно с регистрами. Вот вам аж три шага получаются. Вот. В-третьих, не очень понятно, что такое, или хорошо понятно, что такое очередная инструкция. Просто в случае условного перехода информация о том, когда и где, вернее, информация о том, где лежит очередная инструкция, нам недоступна аж до операции вычисления. Мы должны проверить, чего там больше чего, если это условный переход на больше, вычислить адрес, на который в случае чего надо переходить. И, что важно, перейти или не перейти. Соответственно, понятие очередная инструкция в случае обычном у нас может вычисляться прямо сразу. Мы выбрали одну инструкцию, можем сразу прибавлять четыре и готовиться выбирать следующую инструкцию. А вот в случае условного перехода это происходит далеко не сразу. Нам этот адрес нужно сначала вычислить. Тем не менее, вся идея архитектуры риск, помимо вот этого самого запрета на внутренне, медленные, реализационно-медленные инструкции, идея процессоров типа риск, в том числе MIPSA, предшественника риск файва и самого риск файва, состоит в том, что в идеале компоненты нашего процессора могут работать одновременно. Конечно же в идеале, потому что бывают неидеальные ситуации. Правда, для этого нужно этот процессор чуть-чуть усложнить, добавить в него такие компоненты и определить такие шаги микропрограммы, чтобы это распараллельно происходило более аккуратно и надежно. Во-первых, появляется тот самый блок операндов. Это вот ситуация, когда мы работаем с регистрами, а потом записываем обратно в регистр. Регистров у нас 32 штуки. Операндов в инструкции у нас в общем-то два максимум. И третье, это когда мы записываем результат. Куда? Это уже как бы так. Появляется отдельное устройство сумматора адреса. Я как-то на лекциях говорил, что прибавление 4 к адресу делает арифметикологическое устройство. Я врал. Разумеется, нам очень не хочется выполнять две арифметические операции одновременно. Причем одна из них какая-то произвольная. Это собственно выполнение нашей инструкции. А вторая, в общем-то, очевидная сложение с четырьмя сложениями. Поэтому появляется еще одно устройство сумматора адреса, которое просто будет прибавлять 4, ну или не 4, а то смещение, которое мы вычислим в случае условного перехода. Если добавить такие конструкции, сейчас я покажу, как это выглядит. Вот примерно так это выглядит, но давайте мы вернемся, мы эту картинку еще несколько раз посмотрим вживую. Вот. Примерно так это выглядит. Если появляются такие конструкции, то мы можем определить достаточно четкий микропрограммный цикл. Причем этот цикл был методом пробы ошибок разработан конкретно для НИПСа и впоследствии Рискфайва, но, как показывает Википедия, сегодня считается, что именно он и называется классическим конвейером. То есть все другие архитектуры и способы организации оказались не настолько эффективны, насколько вот этот простой пятишаговый вариант. Итак, у нас в инструкции нашей будет пять шагов. Грубо говоря, наша инструкция выполняется за пять тактов в самом быстром случае. Первый шаг. Выборка инструкции из памяти по тому адресу, который мы собирались выполнять. Второй шаг. декодирование нашей инструкции, то есть выяснение, что нам собственно делать, выяснение, где там у нас какие параметры, где у нас какие регистры, вот это вот все. Что-то тут семь. Давайте-ка я поправлю тут какая-то 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 ахинея. А ахинея состоит в том, что это все происходит на одном шагу. В возвращаемся. Шаловливые ручонки имени меня. Давай-давай-давай. Вот их пять наконец-то. Спасибо, дорогая. Так вот, на этапе декодирования мы можем одновременно выполнить несколько операций. Во-первых, залезть в обкод, посмотреть, а что там за инструкцию мы совершенно тут собираемся выполнять, не надо ли там поуправлять, например, или наоборот фиг с ним, давай пускай арифметикологическое устройство справляется и так далее. Во-вторых, заполнить тот самый блок оперантов. Это можно делать параллельно, потому что, напоминаю, пафос стоит в том, что это просто битики, вот те битики, которые у нас, те битики, которые у нас в, значит, в нашем, в нашем, в нашей коде инструкции, они прямо соответствуют проводам. Соответственно, мы можем прямо взять их туда и перенаправить в блок оперантов. И параллельно с этим мы будем вычислять адрес, по крайней мере, тот, который плюс 4, потому что адрес, который не плюс 4, выполняется, придется вычислять в следующий раз. Вот. Следующий шаг. Собственно, выполнение. Да. Если речь идет о альфметической операции, прекрасно, на этом шаге, значит, что-то там складывается, вычитается, умножается, сдвигается и так далее, если речь идет о каких-то операциях работ с памятью, переходах, значит, мы ходим к этим регистрам и смотрим, что там дальше, например, забираемся в регистр, выбираем соответствующее содержимое памяти по адресу, который в этом регистре. При этом, как вы понимаете, что мы можем сделать на этом шаге, это дернуть соответствующую операцию, следующий шаг это, собственно, доступ к непосредственной памяти, вот, именно на нем происходит обращение к оперативной памяти туда, заметим в скобках, разумеется, к кэшу, потому что обращение к настоящей оперативной памяти намного медленнее, чем обращение к регистру и вообще за один такт никогда не проскакивает, вот, так что кэшу, конечно, вот, и последний шаг это обновление блока операндов, то есть ситуация, которую мы уже описывали, когда у нас все это время Т1 был равен, ну, не знаю, 100500, а после того, как мы к нему прибавили 5, он должен быть равен 1505, и это значение нужно из блока операндов запихать обратно в регистр. Вот получается 5-стадийный конвейер, который позволяет, который позволяет в недостижимом, но как мы сейчас увидим, часто встречающемся, скажем так, часто достижимом идеале выполнять одну инструкцию за 5 шагов, 2 инструкции за 6 шагов, 3 инструкции за 7 шагов, ну, вы меня поняли цепочечкой, потому он называется конвейер. Вот. Что тут вызывает вопросы? Допустим, в нашей инструкции нету бывает ли такое, что в нашей инструкции вообще пропускается один из этих шагов. Ну, скажем, у нас же есть инструкции, которые не работают с памятью вообще или не меняют регистры вообще. Соответственно, инструкции, которые не работают с памяти вообще, им не нужен шаг в memory access, а инструкции, которые не меняют регистры вообще, им не нужен шаг в writeback. Тогда возникает очевидный вопрос а нельзя ли эти инструкции чтобы они выполнялись не за пять шагов а за 4 правильный ответ нет нельзя идея в том цитирую сокращенца что процесса штук и синхронные все сигналы передаются обрабатываются только по тексту по тактовому импульсу иначе прощай предсказуемости надежность в данном случае речь идет конечно не о тактовом импульсе а о том что каждая инструкция должна выполняться за те самые пять шагов если они будут разной длины и в разное время заканчиваться мы умрем их потом синхронизировать почему райдбэк то бишь заполнение регистров в самом конце мы же смотрите как минимум можем поменять x-memory access до вычислить и тут же положить обратно ну ответ очень простой потому что когда мы читаем из памяти это мэри аксесс и читаем из памяти внезапно в регистр а потом только можем положить обратно то есть в общем случае райдбэк должен происходить в самом конце вот можно ли как-то усложнить а да значит то же самое с мэри аксессом почему мэри аксесс в самом конце хотя можем в общем то это операция вполне параллельно мы могли бы как бы самому началу прочесть из памяти что к моему к моменту экзекьют все уже было готово правильный ответ ничего подобного сначала адрес надо вычислить помните как у нас устроено обращение к памяти у нас обращение к памяти как волшебную команду ау и pc помните обращение к памяти вычисления суммы текущего адреса программ каунтер текущего адреса инструкции и смещение относительно этого текущего адреса понятное дело что этим занимается арифметика логическое устройство следовательно никогда нигде самый ранний момент когда мы можем положить номер аксесс в эту последовательность это после собственно экзекьют потому что сначала надо вычислить это смещение так теперь а можно ли как-нибудь усложнить нашу логику работая на конвейера и учесть вот эти случаи четырех тактовых команд команд которые которым memory access нужен раньше и так дальше есть такие варианты есть конвейеры очень длинные там 20 стадийный и вообще всякие вот но по-видимому из организации микропрограммной в которой абсолютно отсутствует вычислимая логика то есть ситуация когда нам нужно проверить какую-то инструкцию покумекать чего от чего зависит проверить нужны ли ей допустим если зависимость по памяти нам нужен ли memory access в конец вставлять или в начало и только после этого принять решение по какому пути она будет выполняться в этом случае внезапно нам надо предусмотреть какое-то устройство которое будет эту логику реализовывать и по всей вероятности все вот эти сложные соображения которые сейчас выразил она должна реализовать быстрее чем за один так чтобы принять решение о том по какому пути направить поток вычислений то есть оказывается у нас для таких штук должен быть еще более быстрый процессор для управления нашим медленным процессом а мы только что договорились что тактовая частота это такая вещь фиксированная и если мы ее повысили давайте тогда весь процессор уже по 8 чем вот это не означает что такой подход не имеет смысла вот это означает что по всей видимости из подхода где мы видим исключительно провода или там проводники да и вся логика устроена только на них вот этот подход ну на сегодняшний день считается оптимал ну и очевидный вопрос из серии оправдали что вам они в амперах ли измеряется сила тока очевидный вопрос а можно ли эти все пять стадий выполнять параллельно да можно в этом идея в этом вообще идея идея микс как я уже говорил вот эта пятистадийная конструкция была разработана конкретно для мипса но на сегодняшний день почему-то считается вообще классическим вот я обнаружил советской мультипликации хороший пример не знаю будет ли вам слышен звук хороший пример четырех стадийного конвейера да вот давайте я попробую этот звук запустить если не будет слышно сходить и сами посмотреть вот все понятно ну вот значит а четырех стадийный конвейер по сборку по сборе ягодок значит понятное дело что все пять стадий это пять стадий пяти разных инструкций первая инструкция одну ягодку беру на другую смотрю 3 примечаю 4 только мерещится 4 инструкции мы только выбираем смысле 5 4 инструкцию мы уже декодируем третью инструкцию мы уже выполняем вторую инструкцию мы уже ходим к памяти если это нужно от первой инструкции мы уже записываем результат в регистр в регистре вот такая вот история теперь значит довольно бла-бла ну то сейчас будет была совершенно другую тему для того чтобы более или менее аккуратно посмотреть как работает конвейер мы с вами распользуемся сегодня другим эмулятором который называется райпс райпс это очень остроумный проект написание тоже видите вот она кстати эта схема это работающая схема написание эмулятора произвольного компьютера на кутэ райпс это такой остроумный проект людей которые пишут эмулятор произвольного компьютера на c++ причем на кутэ причем это не просто эмулятор произвольного компьютера на c++ сейчас покажу в чем его фишка ну вот например под проектом этого проекта является проект vs vs rtl где вы можете написать на кутэ произвольный логический ключ то есть ваш компьютер моделируется начиная с операции и или не вот это все дальше с помощью этих ключей вы делаете компоненты там сумматоры мультиплексоры демультиплексоры вот такие штуки а с помощью этих сумматоров мультиплексоров и демультиплексоров вы уже делаете компьютер вот такой и оказывается что не так уж сложен черт как его малюет по крайней мере в базовой комплектации вот именно этот кусочек мы весь пропускаем по причине того что на него нужно потратить целую лекцию а я грешным делом въехал в райпс только воскресенье утром сел пол второго ночи встал вот поэтому потыкать мы его мы его потыкаем вот нет конечно не лучше приз сокращенец вы со своими железяками а я со своими эмуляторами но то есть нет конечно же плюс лучше для тех кто любит железе вот а значит да откуда он берется этот райпс у рамса есть исходники я его собираю в сизиф но там старый вариант мне не хватает рук это довольно сложный проект с большим количеством но с тремя толстыми зависимостями возможно на майских пересоберу новый вариант но нас спасает такая штука которая называется которая называется а помощь опы знач в случае винды есть бинарник под винь Dov случае maco сайбе есть бинарник подумает в случае description есть бинарник под банкс причем опынуть это такая остроумная архитектура какой последний последний которая на 6d в кончируется а я не вижу из чего тут какую сборку скачивать ну давайте вот эту значит берем мы скачиваем вот этот бинарник это такой проект об и мы когда вы берете тушку вот эту самую об имиджевская это linux park от него можно отсоединиться отсоединиться я сказал вот да берете тушку об имиджевскую ну я ее положил специальное место но это совершенно неважно вот вот у меня их тут три разных это вот последний делать ей чемод плюсы и запускайте и она запускается работает просто такой тушка бинарник под капотом там есть одна фигня которая называется фьюзер mount то есть фактически эта штука сама себя монтирует как файл внутри себя находит файловую систему и в эту файлу и систему значит залезает вот да значит естественно тут вот андерсон сильма говорит что они ориентированы на риск 5 да действительно по умолчанию электрон ориентирован на риск 5 но в принципе с помощью вот этого вот этой конструкции может что угодно сконструироваться вот значит сквашу файс рот да если вы используете операционную систему где небезопасная конструкция фьюзер mount запрещена пользователю то может случиться так что а помочь вас не запустится 20 тогда если это альт linux надо из-под рута выдать команду control фузер фьюзер mount паблик и все запустится а если нет то вы можете запустить вот этот бинарник скажем вот этот вот этот бинарник который вы только что скачали сделал нему чмот плюс x вот этот бинарник с ключиком сейчас скажу каким минус минус а помочь экстракт вот и он вам распакуется в каталог под названием скваш файс рут это собственно то файл и система которую он прямо из себя монтирует и из этого скваши файса уже можно уже можно значит запускать наш приложеньку вот примерно вот так вот этот этот метод совсем верный тут будет как бы вот значит чем мы имеем когда у нас запускается этот самый раз мы имеем эмулятор вот такого процессора это весь процессор вот реально умеющий в риск файл прям вот как 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 родной а вот вот это стадии наши вот эта стадия из тракшн фич это на рубеже между инстракшн фич инстракшн декод результаты мы эти результаты посмотрим эта стадия из тракшн декод ведь слову декут вот это регистровый блок который я назвал броку блоком операндов а это место где и медиат значение вычисляется это результаты место где можно посмотреть результаты работы стадии декод между инстракшн декод и экзекьюшн это собственно нашел арифметикологическое устройство и кое-какие к кастылики про который как раз мы сегодня будем говорить вот а эта штука который вычисляет куда нам переходить и это стадия результатов между экзекьюшн и memory access и от собственно место где сваливаются результаты или наоборот исходники для памяти ну и наконец это место контроля контрольная точка между датами между memory access и в райдбеком дальше мы заходим на цикл вот весь процесс о чем обратите внимание что вот эти вот контакты как конкретные штуки это как раз есть те самые сконструированные на более низком уровне микросхемки из которых мы значит это селектора ну вот 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 такая вот фигня значит помимо этого в нем есть ой а тут какая-то зайцы программа с прошлого раза засела помимо этого в нем есть редактор ассемблер и значит на ассемблере это это дан чисто теоретически вы можете поставить кросс компилятор на си и писать ваще на си только у нас так он с компайлера нет увидите тут не написано какой кросс компилятор на самом деле у этого эмулятора есть еще карта памяти кэш причем такой вот прямо кэш кэш и несколько внешних устройств включая значит какие переключатели графический экранчик переключатели и стрелочки вот всем этим мы пользоваться не будет значит чего у этого штуки сегодня нет прерыва не исключений к сожалению вот всем этим пользоваться не будем мы будем пользоваться этой штукой исключительно для иллюстрации исключительно для иллюстрации конвейера вот такая вот астрованные вещь возьмем самый простейший процессор у которого нету нужных нам костыликов вот он он еще проще ну на самом деле не видно но вот здесь вот меньше меньше всяких штук вот этот процессор будет работать плохо он неполноценный но зато на нем будет хорошо видно зачем нам как работает конвейер и зачем нам костылики как эти костылики борется с неэффективностью конвейер так возьмем простейший код какой-нибудь вот и тут правда плохо видно а соврал видно как хотите так и видно вот этот код безошибочный сразу скомпилировался если вы написали какую ерунду то видите нам скажут что это ерунда а теперь он сразу скомпилировался и добрый добрый райпс нам сразу сказал вот когда вы начнете выполнять программу вот эта инструкция находится на стадии instruction fetch конвейер работает так вот мы давайте по шагу будем проходить значит первая инструкция находится на стадии instruction fetch один такт работы процессора вы помните что это было псевдо инструкция что на самом деле это ау и pc и львы и теперь у нас на стадии вот на стадии instruction fetch находится собственный львы а ау и pc уже находится на стадии instruction detect следующий такт на страде мы фич им инструкцию 1 детей декод не детей декод и страшно декод декодим инструкцию лод ворд и уже выполняем в инструкции ау и pc а там есть что выполнять там надо прибавлять смещение к значит текущему адрес программ каунтер кстати обратите внимание программа начинается с нуля то есть в этом самом райпсе у нас нету то есть у нас конвенции по использованию памяти не такие как в этом самом в рарсе и в многих хардварных хардварных риск файлов с нуля начинается выполнение для простоты окей следующий шаг fetch must 2 от предыдущий один уже декодим лод ворд мы исполняем что там исполнять там надо принимать решение из какого адреса собственно происходит загрузка в x5 вот хотя возможно вот в этом месте на стадии execution молча происходит дальше по фей чем от декодим ади исполняем предыдущие оде инструкция лод ворд наконец-то добралась до стадии memory access вот тут то будет пресс их происходить загрузка из из памяти в регистр x5 а инструкция инструкция а у и pc добралась до стадии в райбек но там в райбек ей не нужен там не нужно а нужно там нужно обновлять x5 нет погодите нет не нужно мы не нет нужно дайте подумаю не нужно там нужно обновлять x5 но мы его чуть не знаю сейчас посмотрим простить собственно дальше происходит конвейерное использование всех этих инструкций абсолютно безо всяких задержек видите полная загрузка конвейера у нас все наши реальные инструкции не псевдо все наши реальные инструкции каждый находится на своей стадии все программа закончена если мы сейчас посмотрим вот сюда мы увидим как работали наши инструкции на каком шаге значит вся программа закончилась за 12 шагов на каком шаге какая инструкция находилась на на какой стадии вот видите некрасивая картинка вот такая вот штука а значит вот его и подряд этой штуки в процессе работы понятное дело что идеи очень интересная но как всегда любая интересная идея нас встречает real life а real life состоит в том что некоторые инструкции зависят друг от друга ну правда ну правда мы не можем написать программу так чтобы все аккуратно последовательно раскладывалась на эти пять стадий сокращение со свойством человеку который любит работам с желе работать железом спрашивает о производительности visual эмуляторов ни малейшего понятия не имею думаю что работает существенно быстрее будучи написано на куте они на джава и кажется не эксплуатирующая медленные механизмы exception of java в качестве передачи информации ничего не знаю не проверял вообще у этой штуки работа из команд-лайна и управление с команд-лайна появилась появится только в будущей версии форс то есть ее все релизы пока что можно запускать только в гуе так что ждем вот они сейчас активно работают на командной конфликты давайте о том уже час говорим а у нас тут еще половина лекций впереди нет погодите к уему это эмулятор боевой а это эмулятор визуальный ну конечно она медленнее чем куем кто бы спорил аж не для того чтобы на ней программы запускать на то чтобы смоделировать процесс не путайте пожалуйста конфликты я просто голову не пришло что вы можете сравнить эту штуку с курил мы с вами выбрали процессор который называется процессор без всего собственно этот процессор без всего нам сейчас покажет как почему конфликты в конвейере это плохо мы даже можем в этом процессоре для удобства включить вот такие и дико идентификационные баннеры чтобы было видно чему равно что на каждой стадии вот смотрите допустим и это у нас программ каунтер и это у нас другой программ каунтер который альтернативный как я понимаю это у нас регистр один это у нас регистр 2 это у нас имидит если он есть а это у нас тот регистр в который надо записывать да и вот такого рода значения нас будут сопровождать походы мы будем смотреть на какой стадии где что появляется и так первый или нулевой тип конфликтов это структурный конфликт то есть конфликт который разрешить нельзя вообще потому что у нас мы-то планировали что все компоненты нашего процессора будут работать параллельно а некоторые из них оказывается работают не параллельно довольно типичный пример структурного конфликта и это обращение к памяти смотрите в действительности обращение к памяти у нас происходит дважды на стадии мы на стадии instruction фич мы из памяти вынимаем инструкцию а на стадии memory access мы из памяти вынимаем или в память записываем данным с учетом того что обращение к памяти это из то использование контроллера памяти шины данных до всего остального адресные шины можно заподозрить что если не предпринять аппаратных аппаратных действий разных всяких то в этом месте будет конфликт причем конфликт структурный у нас есть один компонент его хотят сразу две стадии фэ и мэ то бишь instruction фичи memory access как-то решает решается усложнением архитектуры мы можем вообще ввести две разных памяти как в гарпу царте кто и одна для инструкции другая для данных или мы можем предусмотреть два разных кэша кэш для инструкции и кэш для данных причем это будут очень разные по внутренним свойствам кэши поэтому это видимо хорошая идея ну потому что например а для инструкции кэш на запись абсолютно не нужен а для данных кэш на запись это очень хорошая идея и для инструкций у вас один паттерн принципа локальности для данных совершенно другой в общем два разных кэш это хорошая идея и поскольку у классического риск файва ну а на самом деле у этого тоже это не 20 бит это какой-то совсем не 20 бит сейчас а какой там правильный бит секунду один сейчас до 1 и ты 0 4 0 до 20 бит это не здесь почему здесь меня нолики ну ладно фиг бы с ним а это нет него не помню ну короче давайте поправим все-таки это неправильно или он не 20 сушки ладно простите давайте это все-таки решим он не 20 наверное отрицатый какой-нибудь или тут это 20 сейчас дать посчитаем 432 18 как он он не 20 бит короче спасибо сокращение короче речь это о чем что мы всегда можем проверить принадлежит инструкция памяти команды или памяти данных не 20 какой 28 27 давайте пока пометим что он не 20 а там будет видно кто не посчитает из здесь присутствующих кого с устным счетом лучше чем у меня и мы поправим вот а значит да так вот значит мы всегда можем проверить эта инструкция или это адрес инструкции адрес команды исходя из текущих конвенций по памяти и из этих соображений можем структурный конфликт разрешить просто тупо два канала в наш память зафигачить и просто значит вот один читает из одного места другой пишет другое место они друг другу не мешают работают одновременно почему бы не вот в риск файле этого структурного конфликта будем считать что нет вообще а вот дальше конфликт интереснее зависимость по данным вот совершенно простой кусочек кода который берет давайте мы прям вот сделаем вот так вот сделаем вот так вот который берет и просто прибавляет к регистру t0 прибавляет пятерочку а потом переносит это регистр это ноль в тайге но для начала заметим что мы вы это на самом деле от и с регистром с ноликом и медиа да но дело не в этом дело в том что если мы сейчас вот этот наш конвейер красивый натравим на эту прекрасную программу из двух инструкций то у нас получится ерунда давайте это проверим дэнс за фенчили значит давайте на на начало фенчим инструкцию от и добавить пятерочку пятому регистру давайте вместо пятерочки напишем семерочку а тут он пятер от пятерок в глазах рябит и так фенчим инструкцию добавить пятерочку к пятому регистру за фенчили декодируем инструкцию добавить пятерочку к пятому регистру в это время фенчим инструкцию добавить переместить ну по добавить ноли к пятому регистру положить в x6 выполняем инструкцию добавить пятерочку пятому регистру у нас тут вы медит блоки уже пятерочка это посчиталось чего нет что ли есть на предыдущем этапе вот она семерочка это уже посчиталась на предыдущем этапе в имидит блоки вот идет мы и прибавляем вот этим out приехал прибавляем идем дальше memory access нам не нужен memory access нам не нужен в регистр блоки в нашей пятерочки как было 0 так и остался вот он что в одном регистре что в другом в x5 поэтому мы сейчас выполняя инструкцию перед сложить x5 ну 0 стал 0 x5 с нулем положить в x6 выполняя эту инструкцию у нас в 6 получится 0 почему потому что memory в самое потому что блок потому что стадия райдбэк еще не наступила вот эту вычисленную нами семерочку мы еще до врать бэк не донесли и регистр блок у нас не обновился там как были нолики так и остались и сейчас вот с этим ноликом сложится нолик и положится в 6 а вовсе не семерочка смотрим вот только теперь мы дошли до стадии райдбэк а между тем инструкцию одну же выполнили ну в общем вот и в результате у нас в регистре x5 таки лежит семерка обратите внимание вот на предыдущем шаге на предыдущем шаге там еще лежал ноль вот сейчас мы выполним райт райтбэк и вот в этот момент райтбэка у нас только сейчас появилась в т-ноль только сейчас появилась семерочка да в т-1 мы прибавляли все еще к нулю потому что конфликт по данным в результате в т-1 у нас оказывается 0 хотя в программе четко написано принести туда перенести туда значит содержимое от и ноль которое должно было быть к этому моменту равно семерочка в чем проблема проблема очевидно в том что у нас райтбэк стадия райтбэк находится в самом конце нашего нашего конвейера аж вот здесь вот она а результаты которые мы вычислили и которые мы должны были записать в т-ноль нужны уже на следующей инструкции то есть когда мы выполняемся на стадии экзекьюшен инструкции мв к этому моменту у нас уже должен это инструкция должна знать что лежит в т-ноль а в т-ноль запись произойдет только на стадии рейдбэк почему так поздно этот райтбэк засунут в ответ потому что на самом деле здесь проблема решается просто прокидыванием вот этих результатов вычисления прямо отсюда ну точнее отсюда обратно на стадию на стадию экзекьюшен мы же уже знаем давайте посмотрим еще раз да смотрите вот в тот момент когда мы перешли запас выполнили стадию экзекьюшен мы уже знаем что регистр результата у нас равен 7 и что и мы уже знаем что это регистр номер 5 эти сведения уже есть они просто никуда не записаны существует только в виде сигналов на проводах поэтому если мы в этом месте предусмотрим трубопровод который тупо сравнит а не нужен ли нам регистр 5 вот здесь где-нибудь где тут регистр 5 а вон в регистром блоке но неважно они нужны нам регистр 5 для дико вот вот он еще раньше был да вот а он нам нужен регистр 5 нам нужен этот и 0 если да то нет ли у нас для него готовых данных которые еще не записались в не синхронизованных с регистром есть такие данные вот они вот эта семерочка должна быть в регистре 5 отлично говорим мы тогда давайте мы сейчас сюда вот приделаем дополнительную микросхему который будет проверять этот факт что у нас новые данные для этого регистра вот здесь появились и если этот регистр является оперантом следующей операции подсовывать эти данные такой вот тур туропровод называется forwarding или проброс вот и выглядит это примерно вот так вот давайте посмотрим внимательно эту картинку вот у нас старый вариант новый вариант желтом отмечен путь проброса старый вариант новый вариант видите усложнилась вот эта штука да то есть мы берем старый вариант добавляем к нему еще две проверялки и накрутка замыкаем результаты работы и стадии е и стадии им случае чтения в регистр из памяти и стадии в райдбэк и вот получаем такую картину когда мы можем воспользоваться результатом работы стадии соответствующей которую уже вычислила регистр но еще никуда его не записала держит вот в виде сигнал этим результатом с помощью проброса мы можем воспользоваться прямо на следующей стадии вот таким образом предыдущий пример это какой это вот этот кажется этот этот пример должен работать уже без каких-то ошибок и приносить в регистр в регистр т1 приносить хорошие данные если мы добавим в наш процессор то что называется forwarding юнит давайте посмотрим вот вот здесь вот forwarding юнит есть вот он вот они эти два дополнительных проверяющих а и вот путь по которым к ним приезжает результат от непосредственно от стадий минуя операцию в райдбэк то бишь синхронизацию с настоящими регистрами давайте попробуем эту программу запустить на этом процессоре в котором есть теперь forwarding юнит проброс значение регистров а приехал семерочка приехала в регистр x6 давайте посмотрим как это выглядит на нашей модельки давайте мы включим что нам нужно вот здесь надо включить и вот здесь надо включить приехали за фетчелли теперь мы уже декодируем эту инструкцию вот на этой инструкции выполняем а в это время мы декодировать инструкцию следующую вот мы эту инструкцию выполнили и вот у нас значение 7 в регистре x5 и она в жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу вот отсюда в жу-жу-жу-жу-жу-жу приехала вот сюда вот она ведь зелененьким помечено это значит что для регистра операнда который мы тут собираемся использовать r1 будет использован не то значение которое лежит в регистре блоков потому что там пусто там сейчас все еще нолики а то значение которое у нас приехала по вот этому форварду и отлично значит мы сейчас прибавим вот этот самый вот эту семерочку с вот этим ноликом сложим положим в x6 и все будет хорошо вот наступает стадия right back первой инструкции тут у нас уже эта самая семерочка где-то лежала она уже прям готовая вот она наступает стадия right back второй инструкции всем хорошо все свободны никаких конфликтов программа работает как ожидал однако однако а почему у меня здесь какие-то примеры а это примеры зависимости по управлению как таковой да значит мы рассмотрели ситуацию когда у нас раз отставание между двумя инструкциями происходят на один шаг то есть нам нужны результаты шага нет экзекьюшен на шаге я следующей инструкции тем не менее может быть такая фигня что у нас что у что у нас зависимость отстает на два шага это когда мы читаем нужные данные из памяти то есть нужные нужное значение появляется исключительно в ситуации а в ситуации когда нужное значение получается исключительно стадии m memory фич окай давайте посмотрим как такая фигня работает думаю что она не работает давайте проверим ну а у ipc вот нашего ipc он сработал значит сейчас мы выполним world world выполняем load world memory access по адресу 1400 будет происходить сейчас а зараза от и тоже будет происходить сейчас и это ад и будет прибавлять сейчас единичку к нулю а надо бы не к нулю надо быть раз два три но этого раз два три еще никто не прочел поэтому мы сейчас пойдем и внезапно у нас в x6 окажется вообще даже не к нулю все еще смешнее вот эту единичку будут прибавлять к текущему значению x6 она пробросится все хорошо только это не то значение 6 это адрес помните как устроен и как устроен команда ладворд да она раскладывается на ауи загрузка в этот же самый регистр адреса а потом на ладворд собственно берем адрес в регистре смещение и в этот же регистр записываем результат так вот наша волшебная программа с использованием проброса но без определения дальнейших зависимости по данным дает совершенно удивительный результат у нас в результате в x6 сейчас приедет в них 6 а да в 6 в ft 1 приедет предыдущие его значения 1000 то есть там даже какой-то момент это 1 2 3 есть но когда мы сейчас начнем прибавлять а мы уже прибавили то в момент прибавления вот здесь вот в момент прибавления в регистре сейчас давайте вот здесь вот в момент прибавления в регистре x6 лежал у нас готовые данные 1000 до ничего в регистр не приехали в пробрасывались готовые данные и эти данные 100000 10000 именно к нему зараза ады прибавит сейчас эту единичку у нас даже есть нужный результат он появился на стадию memory access а но он был за слишком поздно поздно дорогая мы уже сложили с тем а значением которое раньше там было получился 10000 один и в результате у нас приезжает значение 10000 один год прибавили единичку как раз два три получили адрес плюс один почему потому что у нас отставание между вот этими двумя инструкциями на конвейере содержит два шага как этого избежать я кстати забыл показать на предыдущем в предыдущий раз да очень просто вставить сюда пузырь пускай у нас будет операция который ничего не делает за это время все данные будут готовы в случае когда у нас неполноценный процессор без всего без проброса нужно стоять два пузыря а здесь один одного достаточно давайте проверим что одного достаточно смотрим обратились к памяти вот мы вычисляем значение вот мы вычислили смещение вот мы прочитали значение из памяти вот она раз два три в этот момент выполняем пустую инструкцию пузырь добавляем 0 к нулю записываем его в x0 который вообще не для не для чтения и пока мы тут ничего не делаем у нас наконец формируется правильное значение нашего регистра и наш от и отлично прибавят к 1 2 3 прибавят единичку получится 1 2 3 1 2 4 и вот все получится хорошо то есть поскольку отставание между нашими командами составляет 2 так то мы не можем из будущего предсказать взять из будущего значения раз два три которые когда-нибудь на стадии memory access приедет в регистр т1 и поэтому даже несмотря на наличие пробросы у нас туда приезжает тот то значение т1 который было в тот момент когда вычислялась инструкция но если вставить один но это отставание ликвидируется вот надо было показать что в случае отсутствия проброса поскольку проброса вот отсюда тоже нету 2 а у нас один потому что отсюда проброс тоже есть этот проброс нам при прин принес раз два три в нужное время вот тут александр жалуется на то что это нехорошо платить но там за каждую за каждую загрузку неприятно так выполнить что-нибудь другое полезное пери упорядочить и напишите компилятор который переупорядочить инструкции таким образом чтобы расцепить эти зависимости еще на уровне компиляции ну например у вас идет последовательная загрузка инструкции так как я делал в примере самого начала я же специально написал такой пример вот он который без конфликтов обратите внимание что вот это умножение т1 на т2 происходит с отставанием в один шаг от заполнения т1 и т2 вот это вот играет роль но по а вот это перенос т0 в т3 происходит составанием на один шаг от заполнения т3 вот это играли играет роль но по то есть можно научить компилятор переупорядочить инструкцию таким образом чтобы зависимость по данным отстояла на нужное количество шагов на один или на два тем не менее если вы все-таки все-таки не ваш компилятор не справился с управлением или ваш код достаточно плотный и невозможно так сделать процессор распознает конфликт по данным уберем этот но и вставит этот но туда сам вот смотрите мы сейчас загрузили процессор который просто процессор и он уже полноценный и в том месте где выяснится что между двумя соседями инструкциями ну через один конфликт по данным этот при выполнении но вставится сам давайте смотреть вот значит мы загрузили вот мы сейчас вычисляем адрес вот мы сейчас подгружаем адрес в регистр и на следующем этапе будет memory access но процессор видит что где это что ему нужен шестой регистр и что на memory access это тоже 6 регистр он видит конфликт видите и поэтому сейчас произойдет шлеп вставка пузыря в конвейер наша инструкция оказалась все там же мы вставили сюда пузырь после чего все само уже происходит как надо вот так работает вот так работает процессор если вы заранее не позабо не позаботились перри упорядоченным инструкции такая же фигня происходит в случае зависимости по управлению смотрите какая ересь вот у нас есть код вечный цикл давайте мы сейчас загрузим опять процессор без без определения зависимости только с пробросом вот и попробуем вот загрузим код вот такой код здесь по идее должен быть вечный цикл до загрузили в т1 единичку в т2 двоечку если т2 больше т1 перешли обратно и так по кругу бла 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 давайте посмотрим что происходит если не определяются зависимости по управлению что значит зависимость по управлению значит что к моменту принятия решения об вот этой штуки принятие решения какой адрес будет следующим у нас уже а тупо зафечится новая инструкция ну давайте прям проверим декодировали занесение единички декодировали занесение двоечки выполнили занесение единички выполнили занесение двоечки а вот сейчас мы декодируем переход условный переход в тот вот сейчас мы выполняем этот условный переход но черт побери нам в этот момент стойте 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 я поторопился декодируем декаде дико вот мы сейчас выбираем условный переход какую инструкцию нам надо выбрать на следующем шаге какую следующую или адрес луб да хрен ее знает мы еще не вычислили мы еще даже регистр т1 не запомнили не говоря о том что мы их еще не сравнили она может надо инструкцию выбирать а мы еще и регистры не заполнили сейчас будет наступит шаг фич и это будет вещь чего заглянуть бы в будущее узнать чего нам нужно там делать фич так что не заглядывая в будущем и просто фич им следующую инструкцию в этот момент мы уже вычислили x6 вычисляем x7 branch мы уже декодируем но мы все еще не можем да не знаем какая следующая за фич или следующая инструкция в этот момент мы уже сравнили сравнили значит сравниваем x6 x7 понимаем что он больше и по-хорошему здесь то только здесь мы можем сказать дорогой instruction feature не прибавляй 4 к адресу твоя на самом деле инструкция который ты должен зафичит находится по адресу дуб вычисляет туда да отвечает нам конвейер а я уж две инструкции зафичил а это уж декодирует поздняк метаться говорит нам конвейер и начинает выполнять эти инструкции сначала одну потом вторую и останавливается есть на цикл не сработал почему не сработал лично цикл потому что к моменту когда нужно фетчить следующую инструкцию мы даже не вычислили регистров не говоря уже о том что не сравнили отставание на два шага и это отставание вообще никак не лечится потому что мы не обладаем машинкой времени мы не можем заглянуть в будущее и предсказать куда будет произойден переход или можем предсказатель переходов занимается внезапно ровно этим предсказывает куда будет произведен переход но если предсказатель переходов у нас работает плохо то чтобы процессор был полноценным мы должны наши инструкции которые мы умело тут зафичили и даже задекодировали тупо выбросить слава богу мы прошли только стадию фич и декод не фич не декод никак не влияет на содержимое регистр блока никак не влияет на логику поведения мы только анализируем данный момент инструкции поэтому в действительности все работает так вот мы зафичили одну инструкцию зафичили вторую сейчас пора пришла пора фичить следующую инструкцию но мы еще не знаем какую у нас вот этот бранч еще не сработал поэтому мы их фичим какую-нибудь потом фичим еще раз какую-нибудь вот сейчас у нас сработает бранч и этот бранч внезапно нам скажет чувак ты не то зафичил то это 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 не надо было у нас тут типа переход условный был не туда и что сделать процессор шмяк зачистит по флашет зачистит результаты двух последних фичи ну и соответственно декодов потому что они оказались не оттуда и вычислить на основании предыдущего шага вычислить правильную инструкцию это окажется адрес лук вот он 0 по фичит ее ну и дальше вот у нас вечный цикл будет продолжаться как-то устроено вот еще раз вот сейчас понадобится сделать условный переход но у нас еще защиты а вот сейчас после того как произойдет экзекьюшн вот этой инструкции мы узнаем правильно ли мы по фич или два предыдущих адреса не неправильно вот такая картина я уже проговорился в целях экономии времени что от потери целых двух тактов на этом месте спасает branch prediction в сборке что мы разбирались прошлый раз в раз он довольно аккуратно нарисован вот мы помним что для например циклов особенно вечных циклов достаточно для вечных циклов вообще 1 битного но даже 2 битном 2 битный branch prediction это очень эффективный инструмент потому что он очень хорошо предсказывает циклические конструкции когда у вас сто пятьсот раз происходит один переход и один раз другой очень хорошо работает branch prediction в этом случае наш этот самый наш наш конвейер мы его научим фичить не следующую инструкцию а ту который в прошлый раз в этом месте было покончено вот брать предыдущий юники еще не написано для этого самого для вот этого райса но как бы делал ком это очень очень несложная штука вот там память посла своя есть вы помните он хранит где что в какой хранит несколько штук последних бранчей и адреса по которым эти были инструкции и адреса который на самом деле происходил печь вот и все и статистику вот такая вот картина значит у нас осталось ровно 0 минут для того чего мы с вами не сможем пощупать потому что этого нету не в марсе не в районе в райсе нигде смысле не врата не в рамсе не в райсе но поговорить об этом хотя бы на уровне бла-бла надо и я потрачу примерно 0 минут может быть плюс минус 5 на это время во первых предсказатель переходов мы уже видим что предсказатель переходов в нашем случае вещь абсолютно необходимое потому что иначе мы теряем целых два такта что в общем не просто обидно а два раза обидно супер скалярность супер скалярность и эта ситуация когда у нас в нашем процессоре есть более 1 1 1 типного компонента например несколько логических альфметикологических устройств зачем это нужно ну мы берем наши инструкции переупорядочим их так чтобы между ними не было зависимости и фигачим сразу парами сложи вот эти два регистры перемножь вот эти два регистра у тебя же два арифметикологических устройств работой вот типичная идея добавить побольше арифметик арифметикологических устройств чтобы можно было вычисления вычисления выполнять быстрее в случае если они хорошо оптимизированы вот в действительности это казалось бы простейшая идея человек с очень странным ником и странным этим о чем это я просто скалярность идея очень хорошая проблема в том что как любое умножение у сущностей она требует гораздо более 2 синхронизации ну для начала у вас очень сильно усложняется логика формирования вот таких пакетов то есть групп команд которые одновременно могут выполняться и это прям логика но эту логику все еще можно сделать на проводах например давайте ужаснемся вот так выглядит долл и шью риск файв процессор у которого два арифметикологических устройств все остальное там по одному обратите внимание только арифметикологических устройств 2 там получается уже 6 стадий потому что нам нужно еще формировать пакет из двух инструкций и как видите сложность увеличилась просто неимоверно хотя казалось всего два арифметикологического устройства вот понятное дело что еще более сложные конструкции они будут еще более веселыми разнообразными 5 что касается супер скалярность упреждающим вычисления если у вас есть не только александр нет два ядра не проще два ядра это самое сложное самое бессмысленное что можно придумать вообще в жизни об этом попробуем поговорить в следующий раз проще всего 2 хардварных поток значит ну не проще а эффективнее да как бы по соотношению количества безобразия к количеству приросту производительности хард и хардвары трэда это самая самая оптимальная штука значит упреждающие вычисления что можно сделать если у вас достаточно вот этих компонентов два блока регистров дал отметить экологическое устройство да значит два фетчера короче всего по многу вы можете попробовать например зафетчить сразу две инструкции в две стороны и по прямом адресу и по переходу и начать их вычислять а в тот момент когда выяснится что переход нас на самом деле происходил по одной из них ну сказать какие-то вычисления которые мы что только что делали были не нужны но зато можно продолжать с того самого места где одна из этих двух один из этих двух потоков вычисления остановился и вообще не терять никаких пони не делать никаких простоев в конвейере потому что мы продолжаем вычислять со стой скоростью с которой у нас процессор работает столь с той же тактовой частотой то есть не просто предсказать переход а тупо работать с инструкциями которые которые папа каждый с каждой стороны перехода идут просто потом деприкетить часть этой работы со словами ну как бы одно из них было легче вот проблема стоит в том что у нас есть память и память общая и не дай бог у вас будет зависимость по памяти эти память зависимость по памяти надо как-то вычисляется а это вам независимость по регистрам это нельзя подглядеть в инструкции это надо вычислить адрес каждый раз в общем придется вводить теневую память какой-то теневой каждый приду короче вот тем не менее упреждающие вычисления от хороший инструмент еще больше значит сэкономить на простой конвейер векторной операции вы можете вместо одного арифметика логического устройства напихать ваш компьютер их дофига и сказать значит а за одну инструкцию можно не одно машинное слово сложить а 128 или умножить или половину из них сложить половину умножить при этом нам не нужно усложнять всю механику управления потому что если у нас не супер скалярный а только векторный процессор означает что просто мы работаем с блоками данных больше чем одно машинное слово да а управление сравнение вычисления адреса все это остается вполне себе атомарно главная проблема усложнение процессора в сторону векторных операций в том что вы должны очень хорошо в компиляторе эту математику подобрать чтобы загружать весь вектор нужными значениями ну например если вы то складываете то вычитаете то умножаете то делите то еще чего-нибудь по байтику и между этими операциями у вас еще какая-то логика написано то векторный процессор вам не поможет от слова совсем есть был такая модное течение влив very long instruction word когда вы в одну инструкцию который выполняется за один шаг упаковывайте сразу много различных действий которые реально развязаны по данным у вас реально достаточный компонент в процесс в процессоре чтобы все это выполнить 10 умножение 20 сложений так 128 каких-то операций и все это и шить одним одним махом эти инструкции можно уложить в пакет из зубы забах и одним мах этот подход сначала применялся в процессах общего назначения до сих пор поменяется в процессорах эльбрус как раз российского производства вот но он показал свою ограниченную применимость в процессорах общего назначения потому что мозг у компилятора должен быть абсолютно перегруженным дабы можно было собственно вот эти вектор операции загружать работами до вере вере long instruction вот где влив работает хорошо это в гпу и вообще всяких мультимедийных и оцифровывающих процессорах где нужно однотипной операции применять к огромным пакетом данных вот там вот этот влив взяли напихали миши фигак эти меньше трансформировали одной операции фигак фигак вот там все это работает хорошо получается второй блок большую часть времени стоит пустой пускай стоит пустой потому что все равно мы не можем быстрее вычислять чем за со скоростью тактовой частоты просто мы можем помочь нашему процессору во время этого самой простоев уменьшить время простоев по этой тактовый упал так там до что у нас не было пузырей ваще это замечание относительно упраждающих вычислений идея упраждающих вычислений в том чтобы убыстрить работу процессора унутри был блокчейн и читают на считают на видеокартах да очень даже неплохо но они на процессорах неплохо что да значит последний это про харты значит хардваре 3d про который мы много говорили правда и неправда за этот курс хардваре 3d эта ситуация когда у нас есть один фетчер но несколько одновременно выполняющихся потоков то есть это больше чем просто супер скалярность да это прям несколько одновременно одним и тем же процессором выполняемых потоков данных соответственно несколько наборов там этих самых как их фамилии ты господи цсеров несколько наборов того несколько всего вот но общий кэш общая память то есть вот те ресурсы которые не относятся процессор они общие понятное дело что мы не можем взять и распараллелить произвольный алгоритм чтобы он там в четыре раза быстрее работал есть у нас 4 харта на процесс но если у нас многозадачная операционная система мы вполне можем эту многозадачность разлить на четыре харта с не пересекающимися памятями до с не пересекающимися действиями все как бы отдельно и вот тогда наше быстродействие суммарное возрастет то есть каждая конкретная программа будет работать даже медленнее чем если бы она была одна вот чуть-чуть но зато все программы вместе атипичная операционная система это много программ все программы вместе будут работать быстрее потому что они вполне себе по принципу локальности друг от друга не зависит каждый обслуживается своим хардваре тредом вот мы тратим какое-то существенное время время на переключение между этими трендами работа в ядре но зато вот правильно но у нас есть скорость кэша тут сокращение говорит про скорость памяти здесь скорость кэша поэтому бывают многоярусные кэши еще вот но про это можно поговорим в следующий раз ей так 0 минут превратил в 10 если есть какие-то вопросы задавайте вопрос не проще ли два ядра постараюсь ответить следующий раз вот не знаю какое будет домашнее задание по этой штуке мне хочется конечно потыкать чтобы с вами потыкали в домашнем задании в этот самый в райпс но по нему видимо отчетов уже никаких не придумаешь поэтому ну хотя бы потыкать вот судя по тому что вопросов больше нету видимо тогда всем спасибо и до новых встреч вот будем надеяться на лучшее и у нас когда будет следующая лекция я сообщу отдельно потому что я не очень понимаю что с рабочими днями у нас творится 3 мая кажется нерабочий день так что возможно следующая лекция эту тему у нас чуть ли не последняя на чуть ли не 17 такие вот дела в общем я напишу и собственно на этом мы совершенно естественным образом закончились доступными мне визуальными эмуляторами в котором в которых можно что-то пощупать прямо ручками вот так что если будет финальная лекция она будет завершающей про то а чего о чем мы еще не говорили и что мы пощупать не можем все значит еще раз всего доброго значит будем на дом встреч будем надеяться на лучшее и на этом спасибо